Кухня ЖКХ Мы же на что жалуемся сегодня? Что все телефоны у нас обеспечены ботами. Добраться до живого человека в любой компании сегодня довольно сложно. Но, наверное, это требование времени уже. Все хотят, как раньше. Я набрал телефон, и мне ответил живой человек. Я мог ему задать нормальный человеческий вопрос и дождаться человеческого ответа. Но, к сожалению, мы уже не можем посадить несколько человек на телефон, чтобы он каждому отвечал. Для этого, наверное, и создан институт старших по домам. В управляющей компании находится оптимальное количество сотрудников. Это количество влияет в том числе и на строчку содержания в квитанции. И поэтому большое количество сотрудников, чтобы отвечать каждому на любой его вопрос, денег стоит. Денежный аргумент очень весом. Действительно, когда материалы и услуги дорожают, управляющие компании стараются вписываться в существующий тариф, чтобы своевременно что-то подремонтировать и выполнять нормативы по содержанию домов. Но мы живем в мире людей, а не роботов. И навыки общения у нас человеческие. Это как раз про историю, а поговорить с ботом особо не поговоришь. Сформулируй четко и правильно вопрос и нажми кнопочку. То есть боты учат нас изъясняться коротко и по существу. Наверное, это полезно будет для решения вопросов и в других сферах. Есть в нашей теме сегодня еще одно слово из трех букв – чат. Их ведь тоже надо осваивать. Это тоже проблема. Опять возвращаемся к бабушке. Мы не слышали где. Почему нет объявления на подъезде, как раньше было? Потому что уже 80% они в чате. И уже бежать из-за двух бабушек, вешать объявления на подъезд, ну, не всегда рационально. В чате разместить информацию, например, об отключениях, о каких-то аварийных ситуациях и так далее, это ведь несложно. Пришло уведомление, прочитай их. Чаты и боты делают нашу жизнь проще, если уметь ими пользоваться. И многие вопросы могут решаться даже быстрее, чем если бы мы куда-то звонили, вели разговоры со специалистами. Сегодня мы дошли до того, что мы сегодня прописку-выписку можем сделать в личном кабинете на госуслугах. Конечно, мы должны идти в ногу со временем, внедрять все вот эти вот передовые технологии. Технологии, но передовые технологии, они ведь пользователю-то по-конечному бесполезны, если он не освоил азы. То есть, если у него нет смартфона, если у него кнопочный телефон, то он не может ими пользоваться. И начинает беситься. В этом смысле я, конечно, призывал бы жителей почтенного возраста принять эту данность. Или все же научиться пользоваться современными гаджетами. Или все же понимать, что если ты не умеешь ими пользоваться, то информацию ты можешь добыть только своими ногами. А еще полезно настроить получение квитанции в электронном виде и подписаться на паблик вашей управляющей компании. Можно еще вступить в группу ресурсоснабжающих организаций, чтобы быть в курсе отключений нововведений. И знать, где искать нужный номер телефона, если вам все же потребуется дозвониться до живого оператора. Кухня ЖКХ Субтитры создавал DimaTorzok